Даня, поздравляем с победой. Для тебя особенный матч в день рождения. Как часто приходилось играть в день рождения? Какие сейчас эмоции после выхода со льда? Спасибо большое за поздравление. Очень хотелось победить. Это лучший подарок от команды. Очень рад. Все молодчики бились. Выиграли. Красавцы. Второй или третий раз в день рождения игра. Волнительно было. Еще раз хотелось победить. Слава Богу, все получилось. Две голевые передачи. Это такая вишенка на торт. Да, это тоже подарок получился от команды, от пацанов. Все бились. Красавцы. Даня, если серьезно разобрать матч, наверное, не очень хорошее начало. Об этом все говорят. Но потом просто классный второй период. О чем шла речь в перерыве? И что поменяли от первого периода ко второму? Да, наверное, в первом периоде не все получилось. Но перед вторым периодом была тренерская установка. И между собой все друг другу сказали, что надо выходить, менять игру. И все вышли с пониманием, что надо побеждать и биться. И каждый сделал свою работу на 100%. Каждый выложился. И это привело к такому результату. 20 матчей позади. Они сейчас через день идут. Много игр на выезде. Пошли травмы. Насколько тяжело физически? Может, эмоционально сейчас? Да, много игр. Но как бы все профессионалы, все следят за своим состоянием. И тренерский штаб, персонал, все помогают, все делают все для того, чтобы мы восстанавливались максимально. И ну да, травмы случаются. Это, конечно, очень плохо. Но мы как бы будем восстанавливаться. Все друг другу, все помогают, все друг за другом. И поэтому как бы это неизбежно. Конечно, хотелось бы, чтобы этого не было. Но это хоккей. Ну и последний вопрос. Впереди тоже посторонний для тебя Минск. Наверняка тоже будешь настраиваться особенно. В чем, на твой взгляд, вот и плюсы, и минусы этого злого соперника? С ними недавно играли. За счет чего их можно обыграть? Да, я думаю, надо выходить и играть так же. Отталкиваться от себя и выполнять тренерскую установку. И каждый, чтобы выкладывался, все понимают, что каждый матч важен. И все будут так же выкладываться на 100%. Неравный состав? Большинство и меньшинство? Насколько важны? Конечно, это всегда важно. Может где-то что-то не получается. Но, опять же, мы постоянно работаем, тренируем все. И все это даст свои плоды рано или поздно. Все как бы работают над этим. Спасибо еще раз всем с днем рождения от всех болельщиков. Спасибо всем болельщикам тоже. Спасибо большое за поздравление. Очень приятно. Спасибо большое. Отлично. Спасибо.